Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, дорогие мои зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 160-я серия программы «Самое важное. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Сегодня у нас притча о мытаре и фарисее. Я не так давно опубликовал у себя в телеграм-канале такую картинку, известную Юлиус Шнор фон Корольцфельда. Такую гравюру мытарь и фарисей, где фарисей такой толстый, в богатых таких одеждах, а мытарь такой в какой-то дерюге, как пастух какой-то, такой с палочкой, сагбенной, стоит вдали. И я, конечно, написал, что художник всё перепутал. Художник-протестант, живший в Европе 19 века, и у него, конечно, призрак ходит по Европе, да, призрак коммунизма, вот. Вот вся эта вот социальная справедливость. В любом произведении отрицательный персонаж, он толстый, богатый, с такой, в такой одежде дорогой, а положительный персонаж, он обязательно худой, бледный, сагбенный и в лохмотьях. Но правда-то в том, что художник всё перепутал. Фарисеи не были богачами в большинстве своём, а мытари никогда не были бедняками. В том-то и, может быть, комизм и контрастность вот этой ситуации, выпуклость этой ситуации, что человек в дорогой одежде, пузатенький, но он стоит вдалеке, в конце, в храме, и не смеет поднять глаз и говорит, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». А высокий, худой, в лохмотьях, значит, с горящими глазами и с посохом фарисей, который, знаток Торы, стоит впереди уверенно и говорит, «Да, вот, Господи, благодарю, что не такой я, как этот мытарь». Всё художник перепутал. Надо сказать, что это не конфликт голодного и сытого. Но можно другую аналогию придумать, что и фарисей, и мытарь, конечно, были представителями тогдашней номенклатуры, только фарисей представлял духовную номенклатуру и был, может быть, кем-то... Он не был, вернее, таким официальным, что ли, священником. Он не был, вот, в России современной это не был бы, там, православный архимандрит. Это был бы, ну, наверное, может быть, какой-нибудь, ну, сектант. Ну, высокопоставленный. Может быть, какой-нибудь такой, ну, не баптист прям вот уж совсем. Хотя, может, и баптист. Значит, или, может быть, пятидесятник. Но такой вот известный. Ну, может быть, католик, кстати. Может быть, католик такой. Или лютеранин. Ну, в общем, такая вот, вроде бы, который вхож, да, там, в определенные кабинеты. И у него, естественно, диплом о богословском образовании. И осанка величавая. Но такие вот светящиеся глаза, бледная кожа от постов и молитв. Ну, значит, он такой еще и бессеребрянник, как правило. А Мытарь, естественно, представлял светскую номенклатуру. Наверняка сегодня он был бы каким-нибудь, да, работником налогового, может быть, ведомства. Втихую берущим взятки с небольших средней руки коммерсантов. И, конечно, мы видим, что подобные вот вещи, да, то есть, конечно, контрастируют между собой. Ну, в любом случае, аналогии плохо работают. Только отчасти их можно себе как-то представить. Ну, мы видим, что древний фарисей при входе, значит, в храм Мытаря внутренне передернулся. Прошел вперед для молитвы. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как этот Мытарь. И уверенно идет вперед, знает, что его никто оттуда не прогонит. А Мытарь чувствует себя не в своей тарелке явно, как и любой человек, которого как-то вот Бог поразил в сердце совестью. Может быть, человек что-то осознал, понял, что живет не так. И впервые в жизни зашел в церковь и не знает, куда тут можно идти. Какую икону целовать, свечку ставить, что? А если поп подойдет? И вот он увидел вдалеке молящегося человека, да, явно набожного. И, может быть, еще больше стушевался и стал вдали. Но мы видим, что фарисей был менее оправдан. То есть, в данном случае речь не идет об оправдании в смысле святого апостола Павла. Так как святой апостол Павел употребляет это слово, когда в момент святого крещения мы полностью оправданы, смыты наши грехи и так далее. Здесь речь идет о праведности. То есть, праведность фарисея была маленькой в данном случае, а праведность мытаря была большой. И здесь вообще урок о смирении. Кстати, интересно, что по восточному литургическому календарю история о мытаре и фарисее читается за неделю до Великого Поста. И целую неделю после воскресения мытаря и фарисея церковь поститься запрещает. Чтобы вы, садясь за стол, спокойно ели мясо в среду и пятницу, накалывая котлету на вилку и помнили, что вилкой нельзя тыкать в глаз ближнему своему. И вообще есть хорошее мудрое изречение. Не осуждай ближнего за то, что он грешит не так, как ты. Не осуждай ближнего за то, что он грешит не так, как ты. Но давайте уже прочитаем наш сегодняшний фрагмент. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стихи. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или, как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Конечно, это притча о том, что только Бог дает человеку настоящую праведность, и только Бог решает, кто праведен. И не всегда его решение совпадает с нашими ожиданиями. Что можно сказать о процессе становления праведником? Здесь мы видим несколько уроков. Во-первых, гордыня – это убийца праведности. Фарисей – такой хиппи, религиозный хиппи, может быть. Кстати, да, почему бы нет? Религиозный хиппи своего времени. Человек, который, в общем-то, сознательно отказался от карьеры и дохода ради чего? Ради фу-фу, вот, собственно, Бог. Что это такое, люди говорят? Ну, Бог-то, Бог, да сам не будь плох. Да ты ж твердо стой на ногах, жрать-то ведь что-то надо, и так далее. Бог, закон Моисеев – это все, конечно, важные ценности, социальные ценности. Мы-то тоже такие ценности, конечно, уважали. Но это ценности для общества, но не ценности, ради которых общество следует покинуть, или покинуть непыльную и прибыльную работенку. И когда фарисей заявляет, что платит, значит, десятину со всех своих доходов, это не может не вызывать улыбку. Че он там может заплатить? С педрушки и укропа, да, там. Вот с мятой, рутой даете десятина. Ну, то есть, буквально с зелени купил пучок лука зелёного, там, десять стрелочек, вот всё, ну, отщипнул, отдал в храм торжественно. Петрушку купил, десять веточек, одну в храм принёс, да. Всем ясно, что человек, который посвятил своё время изучению Писания, будет беден. Хотя он может быть уважаем в обществе, и даже куда-то приближен, в какую-то элиту, опять же, в религиозную. Но он всегда будет немножечко дурачком. На него будут смотреть и покручивать пальцем у виска. Дурак. Значит, да, то есть, что? И у такого человека может развиться гордыня. Ну, потому что он должен же как-то защищаться от этого покручивания пальцем у виска. А зато вы все в ад попадёте, а я в рай. А зато я праведен перед Богом. Да, а Господь мне даст великую награду в Царстве Божьем. А зато я не пью и не курю. А зато у меня всё нормально. А зато я в храм вхожу, как к себе домой. Я тут всё знаю. А вы впервые в храм пришли. И так далее, и так далее. Фарисей не замечал, что прокалывался он в самом главном. Он творил добро, но сводил это добро к нулю. Или делил на ноль. Из-за своей гордыни и самоправедности. Вот. Я помню, в книге у Гордона Фии, это был пример такой. Он говорит, однажды мы были на уроке в воскресной школе, где учитель воскресной школы объяснял притчу о фарисее и мытаре. А в конце решил помолиться. И он молился и говорил, Боже, благодарим Тебя, что мы не такие, как этот фарисей. И это было, конечно, очень смешно. Боже, благодарю Тебя, что не такой, как фарисей. Я ведь не гордый человек. Не то, что эти фарисеи. Но смеяться было нельзя, пишет Гордон Фи, потому что смех означал бы, Боже, благодарим Тебя, что мы не такие, как этот учитель воскресной школы. Вообще, Гордыня очень коварная штука. Как только начинаешь о Гордыне размышлять, тут же начинаешь гордиться своим смирением. А как только ты замечаешь, что гордишься своим смирением и перестаешь гордиться смирением, тут же начинаешь гордиться своей духовной проницательностью. Что ты смог распознать Гордыню смирением и смог ее победить. И конца края этому не видно. Но Гордыня, конечно, убивает всякую праведность. И сводит на ноль все ваши благочестивые усилия. Потому что, ну, это как тяжело работать в огороде, сажая полезные овощи. А потом накрыть это грядки рубероидом. Там ничего не вырастет. И, конечно, здесь возвышающий себя унизится, а унижающий себя возвысится. Фарисей на одной чашке весов, мытарь на другой. И едва фарисей прибавляет себе весу, как он опускается. Опускается, а мытарь поднимается, даже если вообще не думает о подъеме. Так это работает в духовном мире. Так это устроено. Путь к истинной праведности – это сокрушение о грехах. Это второй урок, который здесь преподает нам Господь. Мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Кстати, вот этот жест ударения себя в грудь на каждой мессе мы воспроизводим, говоря, моя вина, моя вина, моя великая вина. И многие это делают уже как фарисеи такие, да? Они как мытари или с осознанием собственного превосходства. Ну, или я вот за себя говори, да? Я иногда это за собой тоже замечаю. Мытарь – такой истеблишмент, такой симпатичный, обаятельный, достойный человек в новеньком с иголочки костюме, в дорогом костюме, дорогой шерсти обязательно. У него обязательно самый модный портфельчик кожаный дорогой. У него за храмом там припарковано BMW последней модели, там самая модная. А то и спорткар какой-нибудь. Он наверняка похож на такого голливудского красавца. Ну, в древнем мире красота измерялась еще и толщиной. Чем толще человек, тем он меньше работает и больше ест. А следовательно, он красивее и привлекательней для дам, которым важно обеспечить свое будущее. Им красавцы-то до фонаря. Им бы потолще, чтобы еды побольше, чтобы и дети были сыты, и кровь над головой. Ну, в общем, не знаю, как выглядел Мытарь тогда, но он наверняка, конечно, выглядел очень дорого, богато. И сейчас бы, конечно, он все равно бы занимался фитнесом. Да, сейчас вот у него были бы маркеры современного богатого и успешного человека. При этом Мытарь не пытается откупиться от Бога деньгами. Он не приносит там чемодан наличных и не говорит, все, вот нате, господи, все, мы квиты, какое-нибудь доброе дело пусть сделают твои служители, и все, мне грехи простятся. Он очень хорошо понял, как работает Бог. Бог не работает за деньги. Жертва Богу дух сокрушенный. Сердца смиренного и сокрушенного ты не презришь, Боже. Мытарь понимал, что грешен и недостоин молиться, не смел поднять глаз. Он не использовал эфемизмов. Боже, будь милостив ко мне грешному. Он не говорил, Господи, ты знаешь, у меня много там духовных проблем. Люди любят грехи называть духовными проблемами. Он понимал, что достоин наказания. Биение себя в грудь – это ведь, ну, это жест скорби. Вот ты бьешь себя, как бы символизируя удары божьего гнева, которых ты достоин, или которые должны бы на тебя обрушиться сейчас. И он, конечно, молится Богу о милости. Он молится о помиловании. А о помиловании просит только тот, кто понимает, что виноват. Потому что милость оказывается только виновному человеку. Иначе это уже не милость, а просто справедливость. Если невиновного отпускают на свободу, то это не милость, это не помилование. Это справедливость. А он просит о милости. Да, это настоящий путь к обретению праведности. Праведность начинается с смирения. Ну и, конечно, третий урок, который мы здесь видим, заключается в том, что оправдание – это дело Бога. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Фарисей говорит, что он не таков, как грешники. Мытарь говорит, что он не таков, как Бог. Почувствуйте разницу. Один считает слишком чистым обитающего на небесах. Другой считает слишком нечистыми тех, кто обитает на земле. Молитва мытаря сосредоточена на Боге. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Молитва фарисея, хотя и обращена к Богу, сосредоточена на себе любимом, на земном, на земных делах. Молились оба, может быть, глядя вниз, опускаясь глазами долу. А мытаре прямо сказано, что он не смел поднять глаза от стыда. А фарисей молился в себе. Ну, это такой взгляд в себя. Глаза прикрыты, слегка тоже опущены. Это обеспечивается сосредоточенность. Итак, оба молятся, потупив взор. Только один смотрит вниз, как бы возвышая себя над остальными, и глядя на всех этих букашек, ползающих у его подножия. Он их презирает, он смотрит на них надменно, свысока. А другой смотрит вниз, чтобы увидеть Всевышнего. Потому что Бог однажды так умолился, стал младенцем на этой земле. Для того, чтобы взять нашу человеческую природу, обожить ее, исцелить ее от ужасной болезни греха. И наполнить ее своими божественными энергиями. Умереть на кресте и воскреснуть. Мытарь смотрит в пол, потому что не может вынести своей подлости. И чтобы подняться на небо, нужно иногда провалиться сквозь землю от стыда. Потому что Иисус с неба сошел, можно сказать, упал прямо в чрево Девы Марии. Будучи рожден из этого святого чрева и положен в ясли. На который тоже можно смотреть, только, опять же, благоговейно склонившись. А потом, после того, как был распят, был положен в пещеру, он провалился сквозь землю. Он сошел в ад для того, чтобы ад разрушить и победить. И взойти выше всего, пленить плен и дать дары человекам смиренным. Первая заповедь спасателя на воде. Не протягивай тонущему руку. Протягивай веревку или спасательный круг. Потому что, если протянешь руку, тонущий может утянуть тебя на дно, если он массивный. Бог протянул людям себя, стал человеком и утянулся на самое дно ада. Но он воскрес и взлетел к небесам. А те из тонущих вокруг, кто захотел за него ухватиться, хватаются за него в покаянии, летят с ним. А остальные же барахтаются на поверхности, и некоторые из них гордятся тем, что могут хорошо держаться на плаву. И превозносятся над теми, кто уже пошел ко дну, не замечая того, что сами скоро туда направятся. Хватайтесь за Христа в этой ситуации, хочется пожелать всем вам. Смиряйтесь, кайтесь в своих грехах. Бегите на исповедь. Бегите к святой Евхаристии. Но если вы еще не крещены, бегите к святому водному крещению. Омойте грехи кровью Иисуса Христа. Возненавидев себя и раскаившись искренне у подножия Божьего престола. И идите по этой жизни вместе со Христом. Идите на небо. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok